Ну, добрый вечер, я диспетчер. Вы тоже диспетчеры? Все мы тут диспетчеры. Заходь ты в гости. 19 ого. Ага. Сегодня сколько у нас там уже зубов там, а? Сколько натюкало? 47? Чи шо? Скоро будут вылазить уже из рота. Чи шо? 47 зубов у нас на сегодня. Погнали, ребята. Часть 47. Педали дали. И тогда погнали. Конечно, на языке жестов можно выразить любые, самые сложные понятия. Но его возможности тоже ограничены. Поскольку надо видеть собеседника. Точно так же существует и разница между методами охоты клана и мамутой. Точно так же. В обоих случаях эффективно используется копье. Только клан использует это оружие для непосредственного колющего удара. А мамутой копья бросают. Что значительно расширяет диапазон и возможности охоты. Элла сама убедилась, как удобно пользоваться ручным или знаковым языком, если надо передать какое-то тайное или частное сообщение. В приват пиши мне. Но все же большим преимуществом произношения слов действительно является то, что их можно воспринимать на слух. Их можно слышать. Не только видеть. Посредством языка, использующего все возможности речевого аппарата, можно общаться с человеком. Вот таким вот аппаратом. Как аппарат? Нормальный аппарат? Нормальный аппарат. Нормалек. Можно общаться. Даже если ты не видишь его. Оно же слышно. И если он находится даже в другом помещении. За стеной. Даже ночью, в темноте. Это все слышно. Не обязательно, чтобы было видеть. Вот тебе преимущества. Можно также разговаривать одновременно с целой группой людей на достаточно далеком расстоянии. Можно окликнуть человека, если он не видит, например, тебя. И беседовать, например, не отрываясь от шитья, поскольку руки в таком общении, и они не участвуют. Заняты руки. И, наконец, можно вести задушевные разговоры в полнейшей темноте. Темнота. Друг молодежи. Ни о чем больше не спрашивая, Эйла просто сидела рядом с мальчиком и обняла его за плечи. Спустя некоторое время она тихо начала рассказывать Редагу о своей жизни в клане. «Этот сход чем-то напомнил мне сходбище клана», — сказала она. «Хотя внешне я выгляжу так же, как любой мамутой, но все-таки я чувствую, что между нами много различий. Они есть. В клане я резко выделялась своей внешностью. Я была выше там любого мужчины. Меня считали просто большой и тощей уродливой женщиной. Наше прибытие на сходбище вызвало страшное возмущение. Они не хотели принимать клан Брана, поскольку я была с ними. Все говорили, что я не принадлежу к клану. Но Крэп, он постарался убедить их в обратном. Он был могуром, и они не осмелились спорить с ним. Хорошо еще, что Дарк тогда был совсем маленьким. Но все равно они решили, что он какой-то уродец. И с удивлением разглядывали его. В общем, ты представляешь себе, как это было? Но Дарк был нормальным мальчиком. Просто он был ребенком смешанных духов. Такой же, как и ты. Или, возможно, ты больше похож на Уру. Ее мать принадлежала к клану. По-моему, ты говорила, что Ура должна будет соединиться с Дарком. Спросил Редак, повернувшись к свету, идущему от костра. Чтобы его движения были видны Эйле. И он невольно заинтересовался ее рассказом. Да, ее мать нашла меня. И мы обо всем договорились. Она очень обрадовалась, узнав, что в клане есть еще один такой ребенок. Мальчик, похожий на ее дочь. Она очень боялась, что ее дочь никогда не сможет найти пару. Но, честно говоря, я тогда не придавал этому особого значения. Я была просто благодарна тогда, что клан хотя бы принял Дарка. Клан принял Дарка, несмотря на то, что он был не таким, как они, не такой, как все, — знаками спросил Редак. Да, Бран признал его. И Крэп дал ему имя. Даже Бруду пришлось смириться с этим. И все любили Дарка, за исключением Бруда. Даже Ога, женщина-очага Бруда. Когда у меня пропало молоко, она кормила его вместе со своим сыном, Грувом. Они росли вместе, как братья росли, и стали очень хорошими друзьями. Старый Грот смастерил Дарку маленькое копье для детских игр. И тут Элла улыбнулась, вспомнив об этом. Но больше всех его любила Уба, моя сестра. Мы с ней были как родные. Так же, как ты и Руги. Теперь она стала матерью Дарка. Я отдала его Убе, когда Брут заставил меня покинуть клан. Возможно, внешне Дарк немного отличается от них. Но все же клан принял его. Я ненавижу летний сход. Гневные жесты Редага были исполнены отчаяния. Я ненавижу. Как бы мне хотелось жить в клане вместе с Дарком. Вдруг сказал он. Такое отчаяние просто потрясло Эллу. Постаравшись отвлечь его разговором, она в конце концов уговорила его немного поесть. А потом уложила спать. Но мысли ее невольно возвращались к последним этим словам мальчика. Ранек наблюдал за Эллой весь вечер. Еще той шпион. Он заметил ее удрученное состояние. Она постоянно отвлекалась от дел и за вечерней трапезой почти ничего не ела, рассеянно глядя куда-то вдаль или сосредоточенно размышляя о чем-то. Он понял, что она сильно расстроена чем-то. И ему очень хотелось как-то утешить ее. Разделить с ней эти печальные думы. А не радость. В эту ночь никто из обитателей не покинул рогожную стоянку. Поэтому в палатке было полно народу. Ранек ждал, когда Элла наконец пойдет спать. — Может быть, сегодня ты будешь со мной, Элла? Ранек заметил, что она опустила глаза и нахмурилась. — Мы не будем делить дары радости, — быстро добавил он. — Мы не будем, если ты этого не хочешь. — Я понимаю, что у тебя сегодня был очень трудный день. Я думаю, для львиной стоянки он был еще более трудным. Только и сказала Элла. — Да нет, мне так не кажется. Но это не имеет значения. Мне просто хочется как-то помочь тебе, Элла. Возможно, вместе нам будет теплее. И моя любовь утешит тебя. Мне хочется быть рядом с тобой этой ночью. Она согласно кивнула и, набравшись под меховое покрывало, забравшись под него, устроилась рядом с Ранеком. Но ей не спалось. Она не могла даже лежать спокойно, расслабившись. И он понимал. Он почувствовал это. — Элла, что тебя беспокоит? — Ты не хочешь поделиться со мной, — сказал Ранек. — Я все думаю о Редаге и о моем сыне. Не знаю, смогу ли я рассказать об этом. Сначала мне нужно самой все обдумать. — Наверное, ты предпочла бы сейчас лежать в своей постели? — спросил он после недолгого молчания. — Я понимаю, что ты хочешь помочь мне, Ранек. И уже от этого мне становится гораздо легче. Я даже не могу передать, как я обрадовалась там, на поляне, увидев, что ты стоишь рядом со мной. И я очень благодарна также львиной стоянке. Все относились ко мне так доброжелательно, с удивительной чуткостью. Мне кажется, что я вовсе не заслуживала такого отношения. Я очень многому научилась у них. И я так гордилась, что стала мамутои. Гордилась тем, что могу сказать, что я принадлежу к этому племени. Я думал, что все другие, те люди, которых я привыкла называть другими, похожи на обитателей львиной стоянки. Но теперь я знаю, что я была не права. Так же, как в клане, здесь очень много хороших людей. Но есть также и плохие. Хотя даже хорошие люди могут иногда в чем-то заблуждаться. Это так. У меня была одна мечта. В общем, я планировала одно дело. Но сейчас мне надо все серьезно обдумать. А думать тебе лучше в своей постели. Я понимаю, что моя близость, она смущает тебя. Можешь идти к себе, Эйла. Все равно ты останешься рядом со мной, сказал Ранг. Не только Ранг весь вечер наблюдал за Эйлой. Когда Джандалар заметил, что она, выбравшись из-под покрывала Ранга, перешла в свою постельку, то испытал это странное смешанное чувство. С одной стороны, он был рад, что ему не придется скрипеть зубами, слыша, как они делят там дары радости. Но ему вдруг стала искренне жаль Ранека. Если бы он был на месте этого темнокожего резчика, ему бы захотелось удержать Эйлу, утешить ее, постараться взять на себя часть ее переживаний, разделить все это. И он наверняка был бы огорчен, если бы она ушла вот так от него, решив спать одна. Когда Ранг заснул, и всю стоянку окутала глубокая тишина, Ранг заснул. Эйла тихонько встала, накинула легкую парку, чтобы не замерзнуть в ночной прохладе, и, посмотрев на это яркое звездное небо, выскользнула из палатки. Волк не замедлил последовать за ней. Вот она, ночная охота. Я тоже с тобой. Чау-чау. И они направились к лошадиному навесу. И их приветствовали ржание удальца и тихое, довольное пофыркивание винни. Эйла погладила и почесала своих питомцев, сопровождая эти действия успокаивающими словами. А затем она прижалась к винни, обняв ее за шею. Из палатки за Эйлой следила пара встревоженных глаз. Джандалар тоже не мог заснуть. Что, тоже на охоту? Он видел, что она встала, и тихо последовал за ней. Сколько раз он видел, как она ищет утешение рядом с винни. И он даже порадовался, что она всегда может найти сочувствие у этих порнокопытных животных. Но ему очень хотелось оказаться сейчас на месте кобылы. Эх ты, кобыляка ты! Однако было уже слишком поздно. Все. Эйла больше не любит его. И он не мог ее винить в этом. При всем своем нынешнем душевном состоянии он вдруг по-новому взглянул на все свои действия. И совершенно ясно понял, что ты сам во всем виноват. С самого начала он притворялся же ведь. Он притворялся, что хочет быть справедливым. И мстя моя страшна. Предоставлял ей право выбора. Сам. И он сам отвернулся от нее из-за глупой ревности. Ведь сам. Ему было обидно. И он тоже хотел обидеть ее. Но признайся, Джандалар. Признайся, сказал он, продолжая мысленно разговор с самим собой. Признайся, что дело не только в этом. Тебе было обидно. Но ты знал, как она воспитывалась. Она ведь даже не понимала, что такое ревность. Она не знала, что это. Когда она первый раз согласилась разделить сраны комдары радости, то она ведь просто поступила так, как и подобает вести себя воспитанной женщине клана. Именно ее клановое прошлое беспокоило тебя больше всего. Ты стыдился ее? Тебе было стыдно. Даже только от мысли такой. Стыдился своей любви к ней. Ведь это ты боялся, что тебе придется столкнуться с той враждебностью, которой она сегодня же противостояла. ты не знал, осмелишься ли ты встать на ее защиту. Ты ни черта не знал. Что стоят все твои слова о любви, если ты даже не знал, чью сторону ты примешь? А стыдиться-то надо было не любви, а своей собственной трусости и малодушия. Ты трус ты! Ну, сейчас уже все. Все, Джандалар. Уже слишком поздно. Ты уже больше не нужен ей. Она готова была постоять за себя. И кроме того, вся львиная стоянка встала на ее защиту. Ты сам все видел. Она совсем не нуждается в тебе. Да и ты просто не заслуживаешь этого. В конце концов, ночной холод заставил Эйлу вернуться в палатку. Войдя внутрь, она взглянула на лежанку Джандалара. Он лежал, отвернувшись от входа. Она скользнула под меховое покрывало и почувствовала, как чья-то тяжелая сонная рука опустилась вдруг на ее плечо. Она знала, что Ранек любит ее. И она тоже по-своему любила Ранека. Тихо лежа в своей постели, она слышала ровное дыхание его. И вскоре он повернулся на другой бок и убрал свою руку. Эйла старалась заснуть, но не могла избавиться от этих навязчивых и тревожных мыслей. Никуда от них не денешься. Она не раз думала о том, как хорошо было бы забрать Дарка из клана, чтобы он жил с ней, здесь, на львиной стоянке. Как же было бы это хорошо. Но сейчас она спрашивала себя, где ему будет уже лучше. Будет ли он счастлив, если я приведу его сюда? Сможет ли он быть счастливым в окружении людей, которые, скорее всего, они будут ненавидеть его? Они будут называть его плоскоголовым или еще хуже мерзким выродком. И я вытерплю все это, а главное он сможет ли. А в клане все его знают, все его любят, и он стал полноправным членом их племени. Возможно, Брут и ненавидит его там. Возможно. Но даже на сходбище клана у него наверняка будет очень много друзей там. Ведь все признали его, и ему будет разрешено участвовать во всех состязаниях и ритуалах. А интересно, обладает ли Дарк памятью клана? Раз уж я не могу забрать его к себе, то, возможно, мне лучше вернуться и жить в клане. Возможно. Но смогу ли я вновь смириться с событиями клана после того, как нашла людей своего вида здесь? Там никто не позволит мне держать животных. Никто. смогу ли я отказаться от Винни, от удальца, от Волка, ради того, чтобы иметь возможность жить рядом со своим сыном? А и нужна ли я теперь Дарко? Ведь он был совсем маленьким, когда я покинула клан. Но сейчас он уже далеко не ребенок. Он вообще помнит меня. Наверное, там Бран учит его охотиться. Вероятно, Дарк уже принес в пещеру свою первую маленькую добычу, чтобы показать Убе. И Эйла улыбнулась и представила себе эту картинку. Уба наверняка похвалила его. «Да». Она сказала, что ты стал настоящим охотником, такой смелый и сильный. Чего ты там принес? А ну, покажи. Хм, да. У Дарка есть, мать, поняла вдруг Эйла. Его мать Уба. Она растила и воспитывала его, лечила его ссадины и ушибы. Как же я могу забрать его у нее? Как же я заберу? Кто позаботится о ней, когда она станет старой? Я даже не смогла выкормить его своим молоком. У любой женщины в той пещере больше прав называться его матерью. Но в любом случае я не смогла бы вернуться к ним. Ведь Брут проклял меня. Для клана я мертва. Меня просто не существует. Я только напугаю Дарка и всех остальных, если приду когда-то к ним. даже если бы я не была проклята смертным проклятием. Даже так, вот был бы он рад видеть меня. Возможно, он уже даже не вспоминает там обо мне. Он был совсем ребенком, когда я ушла из клана. А сейчас Дарк, наверное, отправился вместе со всеми на сходбище клана и встретился там со своей Урой. Как бы я хотел все это увидеть. Конечно, пока он еще не достиг зрелости, но должно быть, подумает о том, что вскоре они с Урой будут жить вместе. Так же, как и я, он собирается основать свой собственный очаг. Думала Эйла. Даже если мне удастся убедить его, что я не дух, Дарк захочет взять с собой Уру, а она тоже не будет счастлива здесь. Как же они вместе? Как они здесь будут? Ей так будет трудно оставить свою семью и перейти жить в клан Дарка, Но ей будет гораздо сложнее привыкнуть к совершенно незнакомому миру, где все люди они так сильно отличаются здесь от нее. Тем более, если в этом мире ее ждет ненависть и непонимание. А этого никак не избежать. А что если я вернусь в свою долину? А потом приведу туда Дарка и Уру? Что если? Почему нет? Но Дарк привык жить среди людей, так же, как и я. Мне не хочется больше жить одной. Так почему же Дарк должен захотеть жить уединенно в моей долине? Да, я все время думала только о себе, а не о Дарке. Что хорошего может ждать его здесь? Вот что хорошего? Жизнь со мной не сделает его счастливее. Счастлива буду только я сама. Но ведь меня можно назвать матерью только потому, что я родила его. Теперь его мать Уба. Я для него не более, чем воспоминания об умершей матери. И возможно, это даже к лучшему. Его место в клане, а мое, нравится мне это или нет. Мое место здесь. Я не могу вернуться в клан, а Дарк никак не сможет жить здесь. В этом мире нет места, где мой сын и я могли бы счастливо зажить вместе. На следующее утро Эйла проснулась рано. Хотя ей в конце концов удалось заснуть, сон ее был неспокойным. Она очень часто просыпалась от страха, прерывая нить кошмарных сновидений. Ей всю ночь снились землетрясения, обваливающиеся стены пещер, все валилось. И на утро она чувствовала себя встревоженной и подавленной, как после землетрясения. Помогая Нейзи греть воду для супа и молоть зерна для утренней трапезы, Эйла была рада только одной возможности поделиться с ней своими мыслями. Нейзи, я чувствую себя такой виноватой из-за того, что создала вам столько неприятностей. Из-за меня все, все теперь обходят львиную стоянку стороной. Ведь это все из-за меня, сказала Эйла. То даже не думай об этом. Ты ни в чем не виновата, Эйла. У нас был выбор, и мы сделали его. Ведь ты просто защищал Редага. А он тоже член нашего стойбища. По крайней мере, мы так считаем. Но благодаря вчерашнему скандалу я понял кое-что, продолжала Эйла. С тех пор, как я покинула клан, я часто думала о том, что когда-нибудь вернусь туда, чтобы забрать моего сына. и теперь я понял, что никогда не смогу уже этого сделать. Не смогу привезти его сюда и не смогу жить с ним там. И сейчас только от осознания того, что я больше никогда не увижу его, мне вдруг стало так плохо, словно я только что вновь потеряла его. И может мне стало бы легче, если бы я могла выплакать все свое это горе. Но я испытываю только лишь жуткую холодную опустошенность внутри. Нейзи перебирала собранные вчера ягоды, отрывая зеленые плодоножки. Оставив свое занятие, она посмотрела на Эйлу спокойнейшим преспокойнейшим взглядом. А ты знаешь, жизнь порой обманывает наши ожидания. Люди часто теряют своих родных и близких, бывают и настоящие трагедии. Ты потеряла свое племя, когда была маленькой. Ты даже не помнишь этого. Для тебя это было огромным несчастьем. Но ты же ведь не в силах изменить этого. Бывает только хуже, когда люди начинают винить себя. Вимис, например, живет с постоянным чувством вины. Он считает, что из-за него погибла его любимая женщина. Я думаю, что Джандалар тоже чувствует себя виноватым из-за смерти своего брата. А ты потеряла сына. Расставание с ребенком трудно дается любой матери. Тебе все же легче. Ты знаешь, что он, скорее всего, жив, что он здоров там. Редак потерял свою мать, и когда-нибудь я потеряю его. После завтрака Эйла вышла из палатки. Вокруг рогожной стоянки собралось много народу. Она внимательно посмотрела в сторону этого собрания, а затем перевела взгляд на лиственную стоянку. Так их соседи назвали свое летнее жилище. Листва. Лиственная стоянка, расположившаяся прямо рядом с ними. Эйла удивилась, поймав на себе взгляд аварии, и задумалась о том, не жалеют ли они, что их стоянка оказалась в непосредственной близости с альвийной стоянкой. Подойдя к палатке своего брата, называемой очагом мамонта, авария подергала полу входного занавеса, и, не дожидаясь ответа, вошла внутрь. Лежанка венкавика занимала почти половину этого небольшого помещения. На каркас из мамонтовых костей, скрепленных сыромятными ремнями, была натянута богато украшенная шкура. Центральная часть лежанки имела своеобразную опору для спины. Венкавик, откинувшись, сидел на меховом покрывале. «Я в полном смущении», сказала она без каких-либо предисловий. «Могу себе представить», ответил он. «Обитатели львиной стоянки так усердно помогали нам строить жилище, что все мы испытывали к ним самые дружеские чувства. А лошади и волчонок Эйлы всех просто очаровали и даже вызвали благоговейный страх. Но теперь, если полагаться на все наши обычаи, на наши легенды, мы должны считать, что львиное стоябище осквернило свой дом, приютив женщину, ставшую вместилищем ужасного злого духа. Женщину, притягивавшую к себе дух плоскоголовых, как огонь притягивает мошкару из ночной тьмы. Женщину, которая может заразить этим злым духом всех других женщин. А? Что ты думаешь по этому поводу аварии? Даже не знаю, что сказать, Венкавик. Мне нравится Эйла. И совсем не похоже, что она стала вместилищем злого духа. И этот мальчик ничем не напоминает животное. Ну, ничем. Он просто выглядит болезненным и не может говорить. Но я верю, что он все понимает. Ты посмотри только на его глаза. Возможно, он тоже человек, как и остальные плоскоголовые. Это тоже возможно. Может, старый мамут прав, и великая мать, решив подарить Эйле ребенка, просто выбрала дух одного из тех мужчин, которые окружали тогда ее. Хотя я даже и подумать не могла, что она или этот старик когда-то жили с плоскоголовыми. Да, этот старик прожил так много лет, что успел забыть больше, чем десяток мужчин, успеют узнать за всю жизнь. И, вероятно, он, как обычно, прав. Я просто чувствую это, аварий. Мне кажется, вчерашняя история не будет иметь дурных последствий. Вейли есть нечто особенное. Есть. И мне думается, что великая мать действительно избрала ее. Я думаю, что она выйдет из этого испытания еще более сильной, чем была прежде. И давай выясним, что думает мамонтовая стоянка по поводу соседства с львиной стоянкой. Кто знает, где сейчас Тули, спросила Фрали, окидывая взглядом палатку. Она пошла вместе с Летти на девичью стоянку, сказала Нези. А что случилось? Ты помнишь тех людей, что приходились предложениям удочерить Эйлу? Ты помнишь их? Да, ответила Нези. Тули еще сочла, что не стоит серьезно рассматривать это их предложение. Так вот, они опять тут пришли, и опять спрашивают Тули. Пожалуй, я выйду и спрошу, что им надо, сказала Нези. Эйла решила подождать ее возвращения, не желая видеть их, пока в этом не было необходимости. Нези вернулась очень и очень быстро. Они по-прежнему хотят удочерить тебя, Эйла. У вождя этой стоянки четверо сыновей. Они хотят, чтобы ты стала их сестрою. Их вожди считают, что раз у тебя уже есть сын, то это только повышает твою ценность. И они готовы дать даже более щедрое вознаграждение. Может быть, ты хоть выйдешь и поблагодаришь их во имя Великой Матери? Тули и Лети решительно и смело проходили мимо стоянок. Они шли бок о бок с гордо поднятыми головами, игнорируя любопытные взгляды людей, проходивших мимо них. Ну ты, чудивайся, чтоб тебе повылазило. Тули, Лети, подождите меня, крикнула Бресси, торопливо догоняя их. Тули, мы как раз собирались послать ком гонца. Нам хочется пригласить вас сегодня вечером на вечернюю трапезу и в вовой стоянке. На трапезу пойдем. Благодарю тебя, Бресси. Я оценю твое приглашение. Конечно, мы с удовольствием придем. Я не сомневаюсь, что мы можем положиться на тебя. Да, Тули, мы с тобой давно дружим и хорошо знаем друг друга. Порой люди склонны верить выдумкам, которые передаются из поколения в поколение. И лучшим доказательством того, что они не стоят внимания, для меня является ребенок Фрали. При этом учти, что она родилась раньше срока. Бэкти вряд ли осталась бы в живых без помощи Эйлы, заметила Летти, спеша защитить свою подружку. Конечно, я не могла догадаться, откуда она у вас появилась. Все считали, что ее привел Джандалар. Они обутки высокие и светловолосые. Но я была знакома с Джандаларом и его братом, и помню, как мы вытащили их из трясины, когда жили недалеко от моря баран. Тогда ее не было с ними, и кроме того, меня удивило ее произношение. Мамуто и Сангай так не говорят. Нет. Правда, для меня остается до сих пор загадкой, почему ее слушаются эти лошади и еще волк. И настроение Тули значительно улучшилось, и она с легкой улыбкой повела Летти к центру лагеря, где располагались земляные жилища в волчьей стоянке. И много делегаций у вас побывало, спросил Тарнек у Барзека, когда тот проводил очередную группу людей. На нашу сторону уже встала примерно половина племени, ответил Барзек. И мне кажется, я знаю еще пару стоянок, которые тоже пришлют дружественной делегации. Это хорошо, хотя остается еще вторая половина, заметил Талут. Некоторые настроены очень враждебно. А? Кто-то даже требовал, чтобы мы покинули целетний сход. А? Шо рбэть? Шо рбэть? Так шоу, я еще вторая, друга половина. Работай! Хм, ну так-то оно так. Но ты же ведь знаешь, что статус у этих стоянок довольно низок. И я слышал, что только человек требовал, чтобы мы ушли отсюда. тем не менее все они мамутои. И как говорится, семена раздора, подхваченные злым ветром, могут укорениться. Мудро заметила Нези. Как укоренилась. Ах, не нравится меня этой расколы. Ах, не нравится, сказал Талут. на этих враждебно настроенных стоянках, о-о-о, но тут же тоже немало хороших людев. Вон сколько, немало. Надо бы придумать, надо что-то придумать, как восстановить дружеские отношения. Думай. Айла тоже очень расстроена. Она говорит, что из-за нее львиная стоянка попала в такое неприятное положение. Ты видел, как она посмотрела на тех любителей кулачного боя, когда они стали издеваться над ней, обзывая звериной женщиной? Ты видел? Ты говоришь о тех подростках, которых мы встретили на берегу Реа, начало было Данук, но Тарнак быстро прервал его. Нези наверное имеет в виду брата и сестру, которые были наказаны за драку. Помнишь, как Эйла и Диги привели их на совет сестер? Помнишь? Да-да, ногу следовало бы быть поосторожнее, сразу же подумал Тарнак. Он едва не проговорился о том, из-за чего подрались подростки. Я никогда еще не видел Редага таким подавленным, продолжал Энези. Он всегда тяжело переносил время летних сходов. Естественно, ему не нравится, как люди относятся к нему, но в этом году его настроение значительно хуже. Возможно, потому, что он успел привыкнуть к тому, что все, все и вся в нашем стойбище относится к нему как к равному. Ведь так? Боюсь, это может повредить ему. Но я не знаю, что делать. Что? Даже если Эйла беспокоится за его здоровье, даже Эйла беспокоится. И это еще больше тревожит меня. А где сейчас Эйла? спросил Данук. Отправилась лошадьми на прогулку, сказала Нези. По-моему, она может считать своеобразной похвалой то, что ее называют звериной женщиной. А? Это действительно зверь? Ну, похвала же. Надо с хорошей стороны подходить. Ну, и надо признать, что она отлично умеет обращаться с равной живностью. С любой, сказал Барзек. Кое-кто даже думает, что она может говорить с духами животных, вызывать их из другого мира. Но некоторые считают это доказательством того, что она жила с животными, напомнил ему Тарник. И они обвиняют ее в том, что она притягивает к себе инородные духи. А это уже никак не назовешь одобрением. Эйла всегда говорила, что любой, любой может приручить животное, сказал Талут. Ага, любой. И я могу. И ты можешь. Все мы можем. Правда, она считает, что для этого не надо обладать особым даром, сказал Барзек. Может, поэтому ее недруги относятся к ней не слишком уважительно. Может, как раз и поэтому. Люди скорее поверят таким, как венкавык, который всячески старается показать, как велико его могущество. Угу. Возможно, ты и прав, Барзек, заметил Тарнак. Просто удивительно, как быстро люди привыкли к этим дружелюбно настроенным животным. Хм. Хотя и лошади, и волк вроде бы ведут себя совершенно естественно. как в лесу. С виду они ничем не отличаются от других животных, если не считать того, что люди могут подойти к ним и даже почесать за ушком. Ты видел? Угу. Но если серьезно подумать, что такое поведение совершенно же, оно же необъяснимо. Почему волк подчиняется командам ребенка, которого он мог бы разорвать на части? Почему? Почему лошадь позволяет человека садиться себе на спину и везет его еще при этом, куда он пожелает? И как человеку вообще пришло в голову попробовать приручить их? А? Животные? Я не удивлюсь, если Летти тоже попытается сделать это, сказал Талут. Ага. Да уж, если кто-то займется этим, то именно она, согласился Данук. Ты видел, куда она отправилась первым делом, когда Туля вчера привела ее сюда? Естественно. Угу, к лошадиному на весу. Она скучает по этим лошадям. Больше, чем по людям даже. По-моему, она просто жить без них уже не может. А? Жвериная женщина. Даже ослепительное послеполуденное солнце не смогло рассеять мрачного настроения царившего в этом лагере. Возвращаясь на рогожную стоянку, Эйла вместе с Винни поднималась по склону и заметила чуть в сторонке от тропинки небольшое углубление в земле, откуда, судя по цвету, брали красную охру. И это напомнило ей о посещении дома музыки. Хотя мамутой по-прежнему хотели устроить большое празднество после охоты на мамонтов, и музыканты неизменно собирались на репетициях. Однако от того чудесного волнения, с которым все ждали этого события, уже все, уже не было. Не та атмосфера. Серьезные разногласия, грозившие испортить этот летний сход, омрачили даже те радостные чувства, с которыми Диги ждала брачного ритуала, а Летти при общении к статусу женщины. Эйла уже поговаривала о своем уходе, но Нези убедила ее, что это ничего тебе не решит. Причина конфликта не сводилась к ее признанию. Нет, нет, тушки. Просто Эйла дала повод для того, чтобы стороны смогли наконец-то открыто высказать все свои взгляды, между которыми существовали серьезные расхождения. Нези сказала, что эти разногласия появились давным-давно, 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 когда она еще решила усыновить Редага. Многие люди до сих пор не одобряют, что ему позволено жить среди них. До сих пор такие мысли. Ух, думки. Здоровье Редага серьезно беспокоило Эйлу. Он очень редко улыбался. Он утратил присущий ему мягкий юмор. Он потерял аппетит, и она подозревала, что он плохо спит по ночам. Казалось, Редаг с удовольствием слушает ее рассказы о жизни клана, хотя он почти не принимал участия в разговоре, только лишь изредка вставляя какие-то замечания или задавая свои вопросы. Решительным шагом Эйла шла по лагерю, отвечая на дружелюбное приветствие и не обращала внимания на злобные взгляды. Все правильно, учись. И вот, подойдя к доме музыки, она увидела Дигги. Эйла, как удачно, что мы встретились, а то я собиралась искать тебя. Ты идешь куда-то по делу? Да нет, я вот просто решила прогуляться. Отлично, я собиралась навестить Тресси и взглянуть на ее малыша. Я уже несколько раз заходила к ней, но мне никак чуть не удавалось застать ее дома. А сейчас Куле сказала мне, что видела, как Тресси направилась именно к своей стоянке. Ты не хочешь составить мне компанию? Ну что ж, с удовольствием. И подружки направились к жилищу Марли, вождя волчьей стоянки. А где волк? Где жила ее дочь Тресси? Мы пришли к тебе с ответным визитом, Тресси, объяснила Диги, входя в дом. И нам не терпится взглянуть на твоего малыша. Где же он? Проходите, сказала Тресси. Я только что уложила его. О, как вовремя. И Диги взяла ребенка на руки и с улыбкой разглядывала его, приговаривая какие-то ласковые и нежные звуки, слова. Наконец Тресси почти с вызовом сказала стоящей чуть в стороне Эйли. А ты не хочешь посмотреть на него? Конечно хочу. И она взяла младенца из рук Диги и внимательно посмотрела на него. Кожа его была очень светлой, почти просвечивающей, глаза тоже были совсем светлыми, едва тронутой синевой. Ярко-рыжие волосы были закручены в такие же тугие спирали, как и у Ранека. Но главное сходство было в чертах лица. Именно поэтому младенец казался тучной копией Ранека. Во! Эйла сразу поняла, что Ралев это и есть сын Ранека. М-м-м. Ранек способствовал его зачатию, точно так же, как Брут способствовал появлению на свет Дарка. М-м? О, как митнул свое копье. Эйла невольно подумала, будут ли ее дети похожи на Ралева, если она забеременеет именно от Ранека. И Эйла покачала этого младенца, тихонько разговаривая с ним ути-пути. Он с интересом смотрел на нее, как зачарованный. А потом вдруг улыбнулся и рассмеялся каким-то мягким восхищенным смехом. И прижав младенца к себе, Эйла коснулась щекой его личика, ощутив эту шелковистую мягкость его кожи. И ее сердце растаяло от нежности. Вот он, Ранек, засранек. Ну, разве он не прекрасен, Эйла, сказала Диги. Да, разве он не прекрасен, повторила Тресси более резким тоном. И Эйла посмотрела на молодую мать. Нет, он не прекрасен. И Диги аж удивленно ахнула. Никто никогда не назовет его красивым. Но он самый, самый очаровательный ребенок из тех, которые мне приходилось когда-либо видеть. Ни одна женщина в мире не устоит перед ним. А ему и не обязательно быть красивым Тресси. Вовсе не обязательно. В нем есть нечто особенное. Наверное, ты очень счастлива, ведь у тебя родился такой славный малыш. Натянутая улыбка матери вдруг смягчилась после этого. Конечно, счастлива Эйла. И я согласна с тобой. Он не красавец. Но он очень славный и милый малыш. И вдруг до них донеслись громкие взволнованные крики. В лагере явно случилось что-то страшное. Все три женщины поспешили к выходу. «О, великая мать, моя дочь, помогите, помогите!» рыдала, кричала женщина. «Что случилось? Где она?» спросила Диги. «Там лев! Лев поймал ее! Внизу, на лугу! О, пожалуйста, спасите ее! Спасите!» Несколько мужчин с копьями уже бежали в сторону реки. «Лев!» «Нет, не может быть!» воскликнула Эйла и устремилась вслед за ними. «Эйла, куда ты? Вернись!» кричала Диги, пытаясь остановить ее, свою подружку. «Надо спасти девочку!» не останавливаясь, ответила ей Эйла и понеслась. Она мчалась к реке, к выходу из долины, где уже собралась толпа людей. Они в ужасе смотрели то на вооруженных копьями мужчин, мчавшихся вниз по склону, то на большого пещерного льва с лохматой огромной рыжей гривой, бегавшего на зеленом заречном лугу вокруг высокой худенькой девочки, которая оказалась оцепенела от страха. И Эйла пригляделась к этому большому хищнику. И когда ее догадки подтвердились, она стремгла вбросилась назад. Волчонок следовал за ней по пятам. «Редак!» крикнула Эйла. «Скорее иди сюда и забери волка! Я должна спасти эту девочку!» Когда Редак вышел из палатки, она повелительным голосом приказала волчонку оставаться с ним и затем велела мальчику ни на шаг не отпускать волчонка от себя. Только после этого Эйла свистнула Винни. Легко вскочив на спину лошади, легко, она поскакала вниз к реке. Мужчины с копьями уже прыгали по камням переправы. Винни прошла рядом с ними, оказавшись на твердой земле. Эйла пустила ее в голоб и поскакала прямо ко льву и этой девочке. Люди, следившие за ней, были совершенно потрясены. «И зачем только она поскакала туда? Зачем?» «Все равно ничем уже не поможет», сказал кто-то раздраженным голосом. «У нее даже копья нету». «Пока лев, похоже, не тронул девочку». «Но Эйла со своей лошадью она не может, она ж только может рассердить его». «Если этот ребенок погибнет, то это будет ее вина». Джандалар слышал эти замечания. Он все слышал. Ухи на макухи. Так же, как и еще несколько человек львиной стоянки, которые вопросительно смотрели на него. Но он просто наблюдал за Эйлой, не спеша высказать свои догадки. У него пока не было уверенности, но Эйла должно быть узнала своего питомца. Иначе бы она не стала подвергать опасности Винни. 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 Винни.